Hello my friends, всем привет! Вы на канале Кубик Рубик. Сегодня будет новость очень интересная про скайпнир. Да, это новость про игру Аркич, точнее про Аркич 3.5. Данное обновление, данный патч, скажем так, был введен в Корее 23 марта и он облегчил, скажем так, создание скайпнир. Через некоторое время корейцы сами поняли, разработчики, что создать скайпнир и в принципе с теми характеристиками, какие они есть, ну как бы не очень быстро, не очень выгодно и мало людей их вообще сделали скайпнир. Они привели некоторые цифры, ну допустим там брони сделал вообще трое человек из всех играющих в игру в Корее. Я имею ввиду, хоть и корейцев, хоть и нет. То есть очень мало, допустим, оружия вообще 11 человек. Ну то есть, видите, числа вообще мелископические. Это не важно, что они заточили в какую-то эпоху, там не эпоху или релик. Вообще просто сделали, то есть сделан зеленый там, какой простой, если есть цвет, начинается с простого. Так вот, и корейцы решили облегчить задание и дать небольшой бонус, о котором вы сейчас, через пару минут, узнаете какой бонус. В принципе, вы тоже ему обрадуетесь. Приступим. Что же они сделали? Ну, во-первых, урон, то есть силы атаки, силы атаки в дальнем бою, ну точнее да, силы атаки в ближнем, в дальнем бою, силы заклинаний, эффективность исцеления. Эти параметры были увеличены на 7%. То есть приблизительно так вот на 7 где-то процентов. Уже неплохо, да? Уже как бы неплохо. Далее. Все показатели брони, защиты, то есть сопротивления и обороны, они были увеличены на 3 где-то процентика. Ну, не стали, конечно, слишком жирно делать. Ну, не знаю, видимо, видимо они это хорошо все рассчитывали. Но не будем с этим спорить. Далее вы видите скринчик, что показывает ИГС, то есть рейтинг оружия тоже был увеличен. Было 544, стало 560. Ну, кое-какое прибавление имеется. Далее вы можете и увидеть сравнение тех самых, ну где-то так плюс-минус 7%. То есть у нас было, что это у нас или клинок какой-то, или меч, ну вроде на силу. То есть сила у нас была 674,8. Вы видите, да? То есть вот он основной показатель. И как же он стал? И он стал 719,4, да. То есть прибавка имеется, она весьма неплохая. Тот же самый первая эпоха, тот же самый там мечик, клинок, не знаю. Но цифры намного разнятся. И это, это уже весьма неплохо, согласитесь. Также еще имеется примерчик с посохом, вроде как двуручным. Или это эффективность исцеления булава какая-либо. Не, вроде бы посох. Но не факт, то что, факт то, что у нас показано, будем силы заклинания считать, 809 слева, это было, и станет 863. Это весьма неплохо. Я бы сказал, это очень неплохо, очень хороший ап оружия. И стимул к тому, чтобы его сделать. Показанное вам оружие, это был скайпнир. Так что вы, в принципе, видите, какой скайпнир, какие характеристики дает в первой эпохе. Всем уже известно, что скайпнир точится по системе плаща. То есть, как точится плащик, вы все представляете. Он же не свитками точится. Та же система и у скайпнира. Для заточки используется то же самое оружие. Допустим, если двуручный это посох, то используется двуручный посох. И как было. Вы должны были, допустим, для заточки первой эпохи скайпнира использовать первую эпоху. Какое-либо оружие, допустим, на посох первой эпохи данный, допустим, двурук. И вы должны были двурук взять, какой-либо первой эпохи. Там, релик, эфирик, обсидиан. То есть, ну, неважно, или какого-нибудь с севера, знание, но первой эпохи. Теперь, теперь уже можно будет взять любого цвета. Вы берете посох. Отлично, посох двойной, ой, двуручный посох взяли. Пускай он будет там релик, окей. Чтобы и хотите в первую эпоху, вы можете взять любой двуручный посох. Синий, зеленый, фиолетовый. То есть, какие они у нас легендарные, там, эпический, да? Релик от того же самого первой эпохи. Можете взять двуручный посох и последний эпохи, четвертой эпохи, эпохи, там, мифов. И тоже использовать его. Конечно, опыт будет от этого расти. И, кстати, следующее. Опыт будет даваться больше с последующим апом грейда самой пушки. Что я имею ввиду? Вы берете для точки, будем один пример использовать. У нас двурук, посох, скайпнир, релик. Мы его точим. Вы берете двурук зеленый, допустим, зеленого грейда. У вас там прибавка будет, грубо говоря, 300 опытов. Не столько, не такое количество, естественно. 300 опытов. И вы возьмете тот же самый посох, заточите его до второй эпохи. И у вас будет намного больше опыта, потому что есть разница в грейде. То есть намного больше опыта этот посох двурук второй эпохи даст для заточки вашего скайпнира. Эта разница где-то приблизительно в 9-10% идет. То есть каждый ап прибавляет где-то 9-10% опыта. Даваемо для того же самого улучшения вашего скайпнира. То есть, будем считать, даст он 300 единиц опыта зеленый двурук посох для апа скайпнира. А уже синий будет давать на 10% опыта больше. Ну, фиолетовый еще больше. То есть разница между зеленым и последующими цветами будет в опыте. Разница будет намного больше. То есть это весьма удобно. И почему так не сделали с самого начала, я не понимаю. Что люди сразу все кинутся, затачивать. Ну, во-первых, чтобы сделать скайпнир, ресурсов довольно, ну, хорошее нужно количество. То есть, ну, ладно, люди, допустим, подготовились. То есть, ну, все равно, как бы, ресурсов довольно много. Тем более, затраты на это весьма, ну, хорошее. Не знаю. Можно было сделать и сразу. Тем более, вот они видят эффект. Эффект после ихних, их, точнее, первых обновлений. Еще без улучшения, облегчения заточки. Видите, там вообще трое человек только броню сделали за все время скайпнир. Ну, и вот теперь ждет их. И, как я понимаю, такая же система будет и у нас. В русской версии, скорее всего. Ну, ну, скорее всего. А почему, а как? У нас навряд ли так же сделают. Это бессмысленно просто. Скорее всего, у нас тоже будет облегченная такая версия. Уже готовая, скажем так. И, что касается опыта получения. Вы, в принципе, перед собой видите табличку. В ней уже все расписано. Получается, Дельф дает 1575 опыта. Это, как я понимаю, у нас зеленка. И, если вы ее, допустим, доточите до релика. Это у нас получится прибавка на сколько. От полторы тысячи опыта пойдет. Получается, синяя, фиолетовая. Дальше у нас шанс. Эпик. Лего. Релик. То есть, 5 на 50%. То есть, прибавьте еще половину. От этого это 750. Перебавьте 750 сюда. Это где-то будет, может, 2300, да? Получается. Ну, грубо говоря. Ну, 2300. Почему нет? 2300 тысячи. Релик получится. Опыта даст. Для заточки скайпнира. Ну, вот. Неужели неплохо? И тоже касается остальных оружий. Конечно, вы можете взять 100 иромик, там, образно говоря. И впихнуть их. Заточить там до релика, допустим. Вставить. И вы получите, допустим, столько же опыта, сколько не со 100, а с 10, допустим. Что там у нас? К примеру, можно взять, ну, что-то быть, эфирика где-то так. Ну, где-то так. То есть, у вас есть выбор, в принципе. Или по чуть-чуть, но и маленькими, слабенькими пушечками. Там, иерамика или, может, меньше. Или с данженом, в принципе, таблички вы все видите. И да, в это облегчение вошло, скажем так, увеличение оборотов. Которые можно получить для улучшения скайпнира у крафтовых оружий. Для крафтовых оружий. То есть, допустим, было, вот как у корейцев до 23-го числа. За Дельф они могли получить, используя Дельф, для улучшения скайпнира они могли получить 1118 опыта. А вот теперь 23. После 23-го марта опыт получения, полученный для скайпнира будет 1500. То есть, опыт увеличен. И что касается остальных оружий. И опыта, который он дает для скайпнира. Вы видите перед собой эту табличку. Ну, в принципе, опыта довольно немного он дает. В отличие от крафтового. Вот, в принципе, это все изменения, которые они на данный момент сделали. Пишем комментарии, что вам понравилось, что не понравилось. Если понравилось, ставим лайки. И, в принципе, на этом все. Пишем комментарии, что вам понравилось.